Здравствуйте, уважаемые телезрители! С огромным удовольствием вам представляю нашего сегодняшнего гостя Сергея Сташко. Мы что-то дружим очень-очень-очень много лет, а в эфир ходим салют фестиваля. С 68-го года, да. А в эфир, что я тебя зову, очень редко. Первый раз? Да. Стыдно. Ты знаешь, Саша, я... Подожди, подожди, подожди. Надо представить гостя, так сказать... Давай я сначала скажу, а потом у них представляю. Я всегда мечтал сказать в прямой эфир, здравствуйте, дорогие телезрители, спасибо тебе за предоставленную возможность. Ну все, я реабилитируюсь обязательно, и теперь начну это делать более регулярно, потому что вот испытываю чувство стыда. Итак, недавно 4-го числа во Всемирном клубе Одесситов состояла презентация вот такой вот книги. Это Сергей Сташко собрал почти полное собрание юмористических сочинений прошлых лет. Ив Острошев, это он расскажет, что это за имя и фамилия автора. Вот, но я хочу все-таки с помпой представить гостя, раз у меня такой грех, что я его впервые пригласил в эфир, я буду по полной программе представлять. Итак, Сергей Сташко, известный одесский журналист, сценарист, редактор, член Национального союза журналистов, автор огромного множества театрализованных праздничных программ, юморина, Дня города, Столетия Ильфа и других. Участник авторской группы наших одесских джентльменов дважды становился победителем. Организатор городских республиканских соревнований КВН и первой украинской игры КВН принимал участие. Соавтор книги «Хождение за три моря», «Сметич с джентльменами», пьеса «Театральный капустник», сценарий художественного фильма про хвосты. Терпите, я еще не закончил. Долгое время он сотрудничал с популярными такими передачами, как «Каламбур», «Городок», «Маски-шоу» и другие. И человек, который ведет активную общественную деятельность в соцсетях, подмечает очень смешные вещи. Вот подвергал меня стракизму неоднократно, к огромному моему удовольствию. Потому что, знаете, иногда бывают такие ляпы в эфире. Не задумываешься, вроде правильные вещи говоришь, а если послушать со стороны, прочитать второе подтекст, то есть очень смешно. Итак, четвертого, я сразу заанонсирую, будет, если кто пропустил четвертого во всемирном клубе одесситов, презентацию этой книги, то вы можете это сделать 10 числа. Это будет четверг, 15 часов, в Национальной нашей библиотеке, на улице Пастера, 13. Приходите, получите огромное удовольствие. И если вам повезет, даже, может, получите книгу с автографом автора. Итак, Сереж, ну, предыстория возникновения вот этой книги. Значит, предыстория такова. В конце 80-х, 70-х годов прошлого века в Одессе жил и работал такой юмористический писатель Ив Острошев. Фамилии были три заглавных буквы. Это Осташка, Ратушинская, Жевченко. А имя Ив, с ним сложнее. Оно, это, в общем-то, аббревиатура, клички нашего четвертого друга Алеши Коздобы, которого как раз избрали в комитет комсомола Мехмата, где он учился, и обозвали его идейным вождем, сокращенно Ив. И вот в течение, наверное... Но потом при жизни его просто Вождь называли, да? Да, нет, Вождь он был и до, и после. А вот... И мы подумали, что почему, может быть, Ив Монтан, Жан-Ив Кусто, почему, может быть, в Одессе имя Ив, и вот так он и остался Ив. Да, французское имя и наша фамилия. Итак, это плод, в общем-то, многолетнего сбора, да, информации, старых, так сказать, каких-то ваших сценок интересных, да, шуток, фраз. Дело в том, что мы вот... Мы начали сходиться в 74-м году на КВН, городском КВН, когда мы играли с Игорем Шевченко за университет, играли на город, стали чемпионами. Потом нам подключился Алеша Коздова. Потом мы попали в 116-ю школу, нашу родную, 116-ю школу с Игорем, на педпрактику, на пятом курсе, и закрутили там КВН, поставили новогодний спектакль, и вот новогодний спектакль мы уже писали в полном объеме. Вообще, ту эпоху надо отдельно отметить, как было, да, был совершенно сумасшедший подъем, вот, и КВН играли, и какие были капусты, в том числе у нас в консерваторе были, кстати, очень хорошие капусты, дни факультета в университете. Я вообще не представляю, и даже не помню, каким образом мне удавалось сюда пробиться, но тогда было не пробиться. То есть люди висели на люстрах, сидели на подоконниках. Был баз, старый большой актовый зал в главном корпусе, попасть туда было невозможно. Но пробирались. Вот, и, ну, собственно, мы работали не так много, лет пять, 74-го года до отъезда Ирки, это, наверное, 79-й год, до того отъезда, до ее отъезда в Киев. И мы достаточно, собирались достаточно интенсивно, два раза в неделю мы встречались у Ирки и творили. Творили там стихи, пьесы, рассказы, какие-то заказы, какие-то сценарии. В общем, все, что под руку попадало, тогда, собственно, о деньгах речь особо не шла. Помню, мы были ужасно горды, когда наш филитон, песенный филитон, пошел в программе «Объективный объектив» у Кима, у Кима Каневского, и мы были страшно горды этим. Вот, а идея создать, собрать эту книгу появилась у меня достаточно давно, к сожалению, сейчас из нас четверых живых остался и один. Первого шел Алешка Коздоба, он успел сыграть первую игру КВН за джентльменов, на Тройну уже не поехал, а после финала его не стало. В 95-м году ушел Шева, и вот три года назад ушла Ира в Москве, и я просто посчитал, что своим долгом собрать эту книгу в память о своих друзьях, о временах, которые мы переживали. И когда я начал, просмотрел все эти рассказы, ну, я понял, что что-то устарело, что-то, может быть, непонятно, что-то не смешно, что-то как-то, и я решил каждый рассказик предварить своим, ну, что ли, предисловием, воспоминаниям, рассказы о, как мы жили, как мы творили, как мы ездили в походы и так далее, и так далее, и так далее. Как называли в КГБ? О, нет, в КГБ, вот там название я сначала думал назвать полное собрание сочинений, потому что у меня полный архив. Но, к сожалению, он оказался неполным, потому что, во-первых, нет пьесы под названием «Не вымирайди», которую мы писали для Стэма консерватории. И за эту пьесу нас таскали в КГБ по очереди. И почему-то таскали, там не было ничего крамольного. Но дело в том, что режиссировала этот спектакль и вела Стэм некая доля Енишевская. Ты, может быть, ее знаешь или не знаешь. А она к тому времени уже подала документы на выезд. И нас таскали в КГБ, чтобы накопать какой-то компромат, чтобы ее не выпустить. Я уже говорил, что мы собирались два раза в неделю. И вот в какой-то из четвергов приходит шефа с квадратными глазами и говорит, что я только уже из КГБ. Ну и рассказывает, что это самое. Мы выработали единый стиль своего поведения. Следующим вызвали меня, следующим вызвали Ирку. А до вождя даже не дошло. Вот, потому что стиль у нас был такой, значит, прикидываться шлангами. И посредством того, что мы считаем гораздо быстрее, чем те следователи, делать идиоты из следователя. Потом с этим же следователем я столкнулся, когда, второй раз, когда забрали, арестовали в Киеве, арестовали Ирку. И пришло распоряжение в Одесское КГБ, чтобы, значит, всех докопать компромат. Нас вызвали, и оказалось, что я попал к тому же следователю. Если он проставился, ну, что-то первый майор Петров, второй капитан Иванов, я спросил о вас, чтобы понизили звание. Вот, ну, Одесское, понятно, что Одесское КГБ не хотело то самое, оно, значит, произвело обыск, забрало все, что было, и Иркин, и блокноты, где были записаны, опять же, это вторая вещь, наши, так называемые, рованы века, которые мы писали, выезжая, будь то на Бугас, будь то в Крым, будь то на пляж, любое событие, вот там, ну, если будет время, я потом расскажу. А спектакль не выбирали, у каждого был свой экземпляр, я помню, это красные, папиросные, красные бумажки, папиросные бумаги, листики, вот, и когда, значит, эти самые, чтобы мне пришли, я спрятал эти листики в полное собрание сочинений Ленина, которое стояло на полке отца. А мог получить еще срок за компрометацию Ленина. Вот, нет, а потом, когда вот началось постепление, я все вместе это сдал в бакулатуру и получил какую-то книжку. Ну, вообще, вот, юмористы твоего поколения, за ними так пристально наблюдали, тут же Иру Полтарак тоже тягали. Да, да. Хотя потом, спустя годы, Ира вот писала «Городок», вот, вместе с Сашей. Да, да. У нас есть, там не очень много, но достаточно любопытная иллюстрация есть в этой книге, давай мы посмотрим эти иллюстрации, может быть, каким-то образом прокомментируешь. Там, может быть, оно не в такой хронологии, но, во всяком случае, давай посмотрим. Вот, это первая и единственная сохранившаяся фотография Острышева. Вернее, если идти слева направо, «Шевро Ост». Вот, это мы на сцене 116-й школе, как раз после новогоднего спектакля. Еще без Алешки Коздоба, еще без Ив. Это, собственно, Алеша Коздоба. Вот, вождь идейный, вождь факультета или просто вождь. Да, в свое время он очень много привлекался. Это Шева. Он, где-то он был, по-моему, у нас в гостях, и я сфотографировал, сделал как-то сразу, чтобы сделать две фотографии, но когда получилось, вот, я увидел, что напечаталась вот такая вот карта практически, я решил оставить. Вот, это Ирка и ее кошка Кешка, про которую есть тоже написано в книге, и очень забавно. Вот такая она, такая она была. А это я. Вот такой я был худенький, тоненький. Стройный, молодой, в два раза выше, по-моему. Это я перед занятием подводным спортом. Это фирменный пегасик Ирка. Ирка все свои рисунки, во всех текстах, у нее вот такое вот чудо было. Вот я взял и вынес на обложку, и в книге вот это вот одно. Вот это наша, наш друг, можно сказать, наш первый издатель, Лена Шопокова. Это журналистка из Питера. Она приехала в Москву, приехала в Одессу на Юморину. Пока Юморина не началась, она пришла на физфак, посмотрела КВН-физфак, услышала монолог Вундеркинда, который сейчас, это чуть потом. Если вы не разглядели, то у Нептуна... Сейчас, сейчас, это я потом объясню. Вот. И она спросила, кто написал такой монолог? И она спросила у нас. Спросила непосредственно у меня. И мы подружились, и она, первая публикация всех наших рассказов, что были в Ленинградской газете «Смена», потом было много других, и мы дружим до сих пор. Кстати, «Смена» так же, как и «Литературка», они публиковали достаточно много хорошего юмора. Да, да, да. А Каздоба, кстати, он, по-моему, на 16 страниц литературки публиковался, и неоднократно. Я не поможем. Может быть, у него очень много, у него вот есть, у него есть такой блокнот, и вот фраза из его блокнота разбросана буквально по всей книге в качестве перебива. И вполне возможно, может быть, я просто забыл. Значит, что это с Нептуном? Это я рассказываю, в качестве подводки я рассказывал, как нашел, плавая на Бугазе, нашел легендарную четвертую косу, и на четвертой косе нашел полную бутылку вина. Принес на Берри, в качестве доказательства, что нашел, мы поставили в полосу прибоя, тут же разыгрался шторм, и бутылку смыло. И Алеша сказал, что это, значит, Нептун обиделся, но поскольку я не со зла, он отобрал свое из этих. Вот, и нужно было, собственно, эта иллюстрация, это мой калаш, нужно было как-то, там оставалось полстранички свободного места, я придумал, к сожалению, и в книге, здесь не совсем понятно. Вот еще карикатура, да? Это карикатура Валика Стоянова, как иллюстрация к парикмахеру в старой моде. Вот, и что я говорил? Я говорил, что, а, и я решил, сделал такой калаш, взял картину «Девятый вал», из волн выглядывает Нептун, а на трезубина низа на бутылке. Чем он вам показывает, что, ребят, вам все равно не достанется, а мне досталось? Это наш друг Валька Булгак, это Иркин брат, про него тоже много в книге, мы дважды ездили к нему в армию, один из Николаев, другой из Крым, сейчас он уехал в Америку, и, к сожалению, его уже тоже нет в живых. Это Ирка, вот буквально сразу после освобождения из лагерей. А долго она была? Она получила самый большой женский срок в послесталинский период, 7 плюс 5, но вот сидела она, по-моему, 4 с половиной, ее срочно привезли в Киев, держали там на, где она, Владимирской, как это, тамошнее КГБ, и потом оказалось, что ее освобождение было условием Рейкьявикской встречи Ельцина и Горбачева. Вот. Не Ельцина, Рейгина, Рейгина, Рейгина и Горбачева. Горбачеву показали ее стихи, не Горбачева, тву, опять, Рейгину показали Ельцина стихи, и очень понравилось, и поскольку была война, волна всех диссидентов в поддержку, и он сказал, что я буду встречаться только, вот если Ирина будет уже на свободе. То есть Рейгана можно было бы смело принять во всемирные клубы диссидентов? Более того. Более того, я тебе скажу, что тогдашним КГБ украинский руководил Марчук, я не помню, отчество, и вдруг в какой-то газете, по-моему, в Юге появилась какая-то статья под заглавливанием, что Ратушинскую спасал Марчук. Я тут же позвонил Ирке в Лондон, я говорю, вот так, вот так, вот это самое, она говорит, ты знаешь, это не совсем правда, но это почти правда, потому что как только меня привезли, он пришел ко мне в камеру, мы поговорили, объяснили, и все, меня больше не трогали, хотя меня могли очень долго и нудно прессовать на помиловку, на прошение и так далее, и так далее, он ничего этого не сделал, так что в некотором роде оказался порядочный человек. Судьба удивительная, у нас шесть хвостиков минут до окончания эфира, я бы хотел их посвятить все-таки еще немного КВН, вот, с книгой еще раз напоминаю, вы сможете познакомиться более подробно, если придете 10 числа, это четверг, 15 часов, в нашу библиотеку научную на Пастера 13, вот, и там, может быть, даже если удастся из-под носа у Сергея выхватить и полистать, полистайте. А вообще в клубе Одесситов есть, по-моему, да? Есть в клубе Одесситовый, я какой-то запас взял, если кто-то захочет приобрести, вот, такое. Отлично. Что про КВН? Да, про КВН, потому что все-таки вот, все вот эти вот, так сказать, ну, то, чем вы занимались и то, чем ты занимался всю свою жизнь, то есть, это сценария, это постановки, это вот фильм, это и так далее, и так далее, но, по-моему, красная нить твоей жизни, это КВН. Да. Все-таки. Я всегда говорю, когда меня спрашивают, сколько мой возраст, я от своего реального возраста отнимаю 14 лет. Это 14 лет, которые КВНа не было, большого. потому что я еще начинал играть в команде Христика в 80-м году. Ну, в качестве автора, болельщика, но все равно одна моя шутка пошла в эфир. Не вырезали? Не-не-не, хотя могли по тем временам. Ну, и потом, так сказать, второе пришествие, можно так сказать, нашего КВНа, наши одесские джентльмены, которые, так сказать, конечно, громили всех и вся, и до сих пор помнятся. В Ютьюбе можно найти, посмотреть эти выступления, когда совсем юный Димка Спинарев, там они все, Сашка Киплицкий. Дима Спинарева, и тоже интересная судьба. Он был на заявке, а потом его забрели в армию. И, потому что была такая, студентов не освобождали, а наоборот, там, год-два. И потом командующий округом доложили, что есть такой бритый студент, которого показывали по телевизору, он пришел, поговорил, и тот же предложил ему должность директора клуба. Шпен отказался, я говорю, ты идиот, ты бы мог сейчас быть директором театра советской армии в Москве. Да, да и заработал бы хорошую пенсию. Ну да. Да, так я вот куда клоню, собственно, вот за плечами такой громаднейший опыт, так сказать, КВН-овской жизни, и наверняка, ну что наверняка, я просто от тебя слышал, огромное множество разных историй, воспоминаний, там, интересных случаев и прочее, что потянет, эта книга, я, честно говоря, не ожидал, что массивное, такое, достаточно полное издание и достаточно объемная, так сказать, книга, но я думаю, что то, что касается КВН, это потянет на полное собрание сочинений и воспоминаний, на полное собрание воспоминаний Сергея Старского КВН. ты попал практически в точку, потому что сейчас... Пальцем в небо. Не, 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 очень точно попал. Сейчас я уже третий раз пытаюсь написать книжку, есть названия, есть какие-то заделы, названия, всеобщая теория, всеобщая история джентльменства в Одессе. Значит, я работал, когда в журнале «Фаворит», была как раз какая-то дата 25 лет в команде, что-то, я решил написать статью. Потом оказалось, что в одну статью не уложишься. И у меня... А потом, когда я начал писать, я понял, что вот эти в результате у меня получилось четыре подачи в журнале, которые выходили каждый месяц. и я понял, что это может стать черновиками будущей книги. Ну, а потом как-то замотался, потом отложил. В прошлом году я пытался, решил, все, я написываю, но потом произошел некий сбой, и у меня в компьютере стерилось два файла, причем серьезных. Стерся, один я восстановил, есть такие программы, а вторую, одну главу уже написано, я просто записал по памяти. Я понял, что боженька не хочет, чтобы я писал эту книгу, и ты там, ну вот сейчас я взялся. Может быть, он изменил свое мнение. Ну, как минимум, это уже повод для будущей встречи, но я думаю, что таких поводов ты будешь давать нам еще мало. Спасибо. Вот, и опять же, возвращаясь вот к этому почти полному собранию юмористических сочинений, в принципе, это такой некий своеобразный, ну что ли, винегрет, если можно так выразиться, Тут ли какие-то, так сказать, пьесы, и фразы, и рассказы, и какие-то воспоминания? С одной стороны, это винегрет, я попытался как-то их выстроить, не по хронологии, не по это самое, ну вот, а с другой стороны, по ассоциации, а с другой стороны, вот мои комментарии, это срез эпохи, это вот наша жизнь, конец 70-х годов, наша юность, наша дружба, наше творчество. То есть Иву в этом году исполнилось 45 лет? Да, да. Так получается. Ну что ж, будем заканчивать наш эфир, Сергей Асташко был у нас в гостях, еще раз обещаю, буду его регулярно приглашать к нам в студию, а он будет нас, так сказать, также регулярно, так сказать, сообщать какие-то любопытные, интересные новости и какие-то любопытные, интересные вещи, публикации и так далее. Спасибо огромное. Можно я что-то скажу перед тем, как я попрощаюсь с зрителем? И вот я подарил тебе эту книгу с намеком, с пожеланием, что я тебя там дописал, с пожеланием того же, потому что я знаю, что у тебя очень много на работу. Даже ты написал с пожеланием скорейшего того же. Так что собирай книгу. Ну вот, больше чем... И тогда я буду сидеть в этом кресле и напрашивать тебя. Придется дать такое обязательство. Всем спасибо, друзья, дорогие телезрители. Спасибо за внимание. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин